здравствуйте друзья мы сегодня покажем вам сюжет который снимался четыре с половиной года назад один из первых на нашем канале вы видите здесь но ну и мишу это известные очень люди в сан-франциско они приехали много лет назад из харькова и вот у них жизни была такая страсть вот этот их магазин продуктовый один из первых сан-франциско может быть не самый первый они сейчас на пенсии магазин продали там сейчас другие хозяева и это все равно очень хороший магазин и мы как бы ставим его на первое место среди тех которые мы знаем сан-франциско если мы хотим магазин мы приезжаем именно в этот ну и вот этот на самом деле история о людях в бизнесе о людях которые самореализовались через то что занимались любимым делом вот собственно об этом и сюжет но расскажите нам пожалуйста вот я помню что когда вы приехали в девяностом году магазин уже был на другой улице правда вот как давно он существует окей впервые мы открыли русский бизнес восемьдесят третьем году а до этого момента у нас был небольшой местной отдел и мы как бы познакомились уже с русской эмиграции и так случилось что нас подтолкнуло мы потеряли там лис и нам пришлось искать новое помещение и мы уже решили открыть магазин и мясной и русской отели потому как хотя мы на тот момент были уже пятым магазином почему-то все считают что мы были первоначальным первым магазином это не так мы открывались с артами просто этих всех магазина уже не существует за исключением элисеевского но мы так в общем-то и начали это был восемьдесят третий год и что немножко нас когда мы открылись восемьдесят третьем году мы нашли помещение где мы могли и недорого это было на балбой и в это было не центральная улица и как все иммиграции говорили кто в эту гору пойдет а почему нам туда надо будет там гора серьезную там была серьезная гора и в общем-то люди не сильно хотели идти то есть нас это подтолкнуло еще что-то делать то что чтобы люди заинтересованы были к нам прийти на тот момент мне было всего 27 лет и все мои работники были гораздо старше меня ну можно сказать возраста мамы моей и мне было в общем-то нелегко потому как мне трудно было что-то попросить сделать я старалась конечно делать все сама и в общем-то это все равно мне подстегнуло чтобы я задумывалась больше как развить этот бизнес потому как люди не хотели к нам идти но он был на тот момент самый большим по площади и самым новеньким и самым чистеньким ему его облизывали и мы решали и для меня я поняла чтобы люди пришли надо давать им ассортимент то есть разнообразие которое они везде маленьких магазинах не могут найти то есть это был наш первый а вот извините вот у вас там мясо рубили я помню топор стоял это не рубили мы вырезали в том что миша мой муж союз был мясником это было это было его детище так как мы когда стояли еще предыдущем и бизнесе у нас тоже был чисто местной отдел и мы уже в общем-то вы знали мужа знали когда как как представляете вы откуда сами мы вообще из харькова и мы приехали сюда семьдесят восьмом году и познакомились мы с мишей в авире получая наши визы то есть у нас очень интересная история все наши встречи были вокзалы и бакза и базары мы разъехали с разные города и через год мы поженились и потом еще прошив сант-луис где-то полтора года переехали мы искали бизнес и переехали в калифорнию но в общем когда мы открыли этот бизнес кроме всего того что миша предлагал мясо мы он очень любит это и он начал делать всевозможные рулеты мы поставили барбекю машину и делали домашнюю колбасу все рулеты и это тоже было то что привлекало людей мы делали шашлыки свои кулинарии такое у нас там толком такой особой кулинарии не могло быть у нас не было профессиональной кухни но все что мы могли на месте приготавливать мы готовили порой даже я приходила домой готовила и потом привозила магазин то есть это было нелегко начать простояв на балбом 17 лет в общем то что немало многие магазины закрывались ноги открывались наша популярность при этом не когда не исходила на нет а я очень удивился чего переехали но 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 мы переехали не по собственному желанию наш ландлорд который был все эти годы уже постарел его племянник который пришел нам сказал что он не хочет продуктовый бизнес этом билдинге и нам пришлось опять двигаться с лиза заканчивался заканчивался лиз и мы начали искать помещение и мы понимали на тот момент уже было довольно много русских магазинов мы понимали что мы должны что-то сделать такое что ни у кого нет иначе смысла абсолютно нет и естественно так как миша любил производство ему очень нравилось местное производство мы решили что мы должны открыть мясной цех но это не было так просто потому как подобрать помещение и чтобы сложно сложно было чтобы чтобы да в нем было достаточно места чтобы открыть цех а когда не на отшибе же а так где и опять так и мы не хотели делать магазин в одном месте а цех другом где-то за городе под за городом потому что это было бы очень сложно то есть нам пришлось нелегко но на наше счастье освободился как раз самом центре русской комьюнити освободилось помещение да здесь был конечно какой-то stationery магазин и в котором был подвал и все в общем-то нам нам подходило ну если кто-то подумает ой как им повезло как все хорошо было мне надо было 7 месяцев бороться за это помещение потому что хозяин не хотел он сомневался он был очень старенький он сомневался кому сдать это помещение и здесь было очень много желающих но я думаю что победила моя настойчивость потому как выбора у нас не было и не приходилось к нему на каждый день звонить и говорить как ваши дела что вы думаете так далее я ему пару наверно так надоело что он уже решил что лучше мне сдать чем еще дальше со мной иметь дело ну и в общем то когда мы получили это помещение мы очень радовались но построить все здесь было еще более сложно оказалось проблемы во всем мы уже подписали лист мы начали строить получили пермиты но нам надо было разрешение от штата получить на открытие фабрики и когда они пришли посмотрели на наш подвал они сказали мне вы здесь не можете фабрику строить и я была просто в ужасе и все что мне пришлось я взяла этого мужчину за руки говорю мой муж 20 лет об этом мечтал я в реку мы сделаем все что вы нам скажете и мы построим здесь фабрику мы в общем полгода ее рисовали на бумагах каждый раз нам ее меняли говорили там не так и то не то и потом еще год все это строили с большими всякими трудностями и препятствиями но наконец-то мы его ее построили и вот уже 13 лет назад мы вошли в это помещение которое вы видите и таким образом мы открыли цех что было тоже нелегко потому что большого опыта у моего мужа производстве колбасном не было он был наслышан какие-то учителя нам подсказывали но вот такого опыта не было его я иногда когда смотрю в прошлое думаю как мы вообще где нашим как мы вообще могли на это решиться и и положив такие деньги с деньгами была куча проблем но в общем выстоять было очень трудно и на этот момент было очень много магазинов и уже были большие магазины и серьезные и с большим площадью и так далее и в общем то я не знаю как но наверное наше вот это упорство умение выживать помогло нам потому что первый год мы муж на меня смотрел и говорит ну что провалились и говорю не знаю ли давай дождем до нового года может потом поймем и вот так вот мы в общем то этот первый новый год который мы пережили у нас куда-то выпихнул наверх и после продаж да тогда мы немножечко как бы начали понимать что мы начали как-то зарабатывать и нам надо было давать у нас была куча долгов и всего то что мы даже не ожидали по дороге что мы приобретем такие долги и все что еще второй частью было сложно мы открыли кулинарию и кулинарию мы открыли опять-таки больших специалистов здесь не было это все были какие-то домашние хозяйки и я была в руководстве над этими хозяйками ясу экспериментировали мы все сообща пробовали вот таким образом мы создавали какие-то рецепты по книжкам по всему чему возможно и в общем то сегодня мы уже дошли до нашего уровня когда я считаю что у нас вкусно обильно мы стараемся покрыть все регионы бывшего советского союза всю кулинарию то есть у нас на кухне работают узбеки грузины армяне русские у нас монголы работают и мы стараемся делать все что возможно невозможно позже мы еще создали открыли пельмены цех и у нас абсолютно потрясающие пельмени надо взять попробовать пожалуйста мы не можем так уйти потому что пельмени мы в общем мы разработали тесто которая очень тонкая и мы делаем все вручную лепкой все вручную и мясо абсолютно свежайшая и много его и в общем людям очень нравится мы также делаем блинчики чебуреки на кухне мы делаем всевозможные пирожки дрожжевые слоеные кулебяки сладкое не сладкое в общем все что вы хотите мы не единственное что мы не печем торты мы делаем свои пироги маковые мы делаем штруделя и так далее то есть я могу честно сказать и наверное с гордостью что сегодня второго такого магазина в Сан-Франциско с таким количеством ассортиментом и выбором нету но вы не работаете как холлселл то есть вы не продаете где-то еще только вы знаете наш лайсенс на производство мясное это калифорнийские мы работаем под инспекцией но эта инспекция этот лайсенс позволяет только продавать в нашем магазине но если у нас был бы еще другой магазин и на фармер-маркетах а мы не можем ну мы в общем не можете поставлять другим мы не можем поставлять и в общем-то мы делаем небольшими количествами что дает нам возможность производить каждую неделю то же самое на миновании и они всегда имеют свежесть мы всегда покупаем закупаем мясо только у хороших поставщиков там где набойник где она свеже разработана мы сейчас стали продавать свежее мясо оно стало пользоваться очень популярностью потому что качество наших поставщиков отличается от других больших магазинов мы продаем телятину очень вкусно она не органическая но она без гормонов а вот такой вопрос такой вопрос допустим ребята которые нас смотрят там из россии там из украины белоруссии может быть там молдави вот те магазины которые у них есть вот вот если с ними сравниться то есть я понимаю что там допустим может быть боль они продают зачастую такое более серийное производство да но там же есть на какие-то маленькие бейкеры или как я вам сейчас я не могу сказать про бейкеры безусловно шесть лет назад мы вернулись в Харьков а Миша нашел своего бывшего приятеля который откупил волчанский мясокомбинат вау и мы уже мясник был он не был мясником он его был какой-то приятель по молодости и это довольно серьезное производство и мы попросили ли можем приехать на стажировку когда мы приехали мы туда там провели более недели то есть он нам уделил массу внимания мы разговаривали с всеми технологами и так далее и тому подобное в общем то все что сейчас производится как мы поняли там можно абсолютно сравнить с крупными производителями здесь в америке у них те же стандарты у них же те же добавки они абсолютно это не не та колбаса которая делалась в те времена которые мы помним все что мы делаем здесь во всяком случае мы стараемся не пользоваться очень много презерватив то есть мы не делаем на долгий срок хранения поэтому мы делаем все небольшое количество люди купили иногда мне говорят вот оно не лежит у вас там это мы не делаем ту продукцию которую мы хотим чтобы она у вас в холодильнике была два месяца или больше месяца мы хотим чтобы люди купили поели свежие и мы не пользуемся так мы не добавляем столько презерватив наше производство мсг иногда окей я вам сейчас скажу честно и откровенно какой-то момент я вообще люблю чтобы все было более менее по здоровому я сказала говорю исключая мсг мы исключили и что получилось что продукты мясные которые поступали с больших фабрик они находили больше популярность у покупателей чем наши потому как там добавлено там есть и консерап который дает и мсг и так далее и в общем то я говорю знаешь что давай мы будем класть меньше нормы я дорогие друзья записывал нону отдельно сначала в офисе у нее а потом мы пошли в зал и получилось так что у нас как бы два видео одно видео это когда мы ходим по залу а второе видео то что вы сейчас смотрите я просто подмонтировал тот разговор который был звуковой ряд к тому видеоряду который произошел там внутри магазина потому что она не чувствовала себя как-то уверенно чтоб я ее снимал то что они там не готовились специальных съемки как бы вот было такое мнение что надо бы как-то вот не в рабочем таком быть одеяние но не суть мы договорились что мы снова еще встретимся и поговорим просто о жизни потому что то что она рассказывала о жизни о бизнесе я подумал что в этом есть очень большая такая мотивационная направленность которая показывает что вот люди преодолевают трудности если они нацелены на преодоление трудностей и и нона и ее супруг миша они настолько симпатичные и настолько я считаю вдохновляющие люди вот если за ними понаблюдать мы обязательно с ними сделаем еще отдельный сюжет а сейчас я хочу выразить отдельную признательность но не за разговор с нами и и но не меньше за то что они есть вот такие как есть и за то что спектак приятно с ними общаться